Тема 736 Кино в музее В Великобритании придумали смотреть кино под звездами. Причем, не на улицах города или в чистом поле, а на фоне старинных замков. Это не только романтично. Это жутко привлекательно. Здесь магия кино соединяется с магией исторического места. И показываются не премьерные фильмы, а те, которые уже доказали свою популярность у публики. Эти фильмы хоть и не молодые, но многие готовы смотреть их по несколько раз, красотка, челюсти, гладиатор, грязные танцы. Поэтому и народу на такие просмотры набирается много. Хотя приходится сидеть на пляжных стульчиках, на свежем ветру. Зато под звездами и стенами величественны. Истории Занимается такими кинопоказами фирма «Тхилуна Чинима», «Тхилуна Чинима.com». Сеансы, как и исторические места, возле которых они будут проводиться, у нее расписаны на месяцы вперед. И некоторые билеты уже распроданы. Цены на такие сеансы дороже, чем в обычный кинотеатр. Но здесь и удовольствий больше, кроме возможности посмотреть кино рядом с замком, здесь еще есть буфет, а иногда и бассейн. На днях эта компания удостоилась чести показать несколько фильмов возле стен Тауэра, будут показываться фильмы «Гладиатор», «Звездные войны», «Ромео» и «Джульетта». И хоть это событие состоится только через три месяца, билеты на премиум-место уже распроданы, а они стоят по 30 фунтов. Я бы тоже с удовольствием посетила такое мероприятие. Во-первых, необычно. Во-вторых, некоторые старые фильмы я могу смотреть по сотне раз, я их в свое время столько и смотрела, когда у меня старый кассетный видеомагнитофон стоял рядом с рабочим местом. В-третьих, на таком просмотре мы не зажаты боковыми ручками кресел, можно расположиться поудобнее, даже растелить плед и полежать под звездами на траве. Кино в музеях. У нас не так много замков и зеленых лужаек, чтобы попробовать такой же способ времяпрепровождение. Но можно использовать то, что есть. Например, музей. Внутри музеев тоже стоит особая историческая атмосфера. Здесь тоже чувствуешь себя немного другим человеком, из другой эпохи. В музеях можно показывать известные исторические фильмы, мы все гордимся своей историей, и лишний раз ею проникнуться не помешает, да еще в историческом месте. На такие показы можно и школьников вводить, они тоже лучше будут историю знать. Музеи, я думаю, будут согласны у себя такие сеансы проводить, к ним все равно народу мало ходит и им надо как-то выживать. Кроме того, каждый, пришедший на киносеанс, может и экспонатами музея заинтересоваться. Еще раз в него прийти и друзей своих привести. Кинопоказы можно привязывать не только к конкретным музеям, но и к календарным событиям. К 9 мая будем смотреть военное кино. Летом, к 15 июля, фильмы об Александре Невском, который выиграл Невскую битву 15 июля 1240 года. И не обязательно это будут старые фильмы. Можно посмотреть и новые. Таким образом, кстати, поможем современным фильмам добрать в сборах, не секрет, что современные российские фильмы часто не окупаются в прокате, из-за этого продюсеры боятся за такие фильмы браться. И не важно, что старые фильмы можно смотреть в интернете и по телевизору. Так фильмы можно смотреть. Только поверхностно, без перемещения в иное пространство, без слияния чувств с героями на экране. Посмотрите на англичан, они уже в который раз смотрят свою любимую, красотку, и каждый раз раскупают на нее все билеты за 1-2 месяца. У нас очень много тем, на которые можно показывать и смотреть фильмы, у нас богатая история, богатая литература и много людей, стремящихся к духовной пище. Проводя киносеансы в музеях, мы убьем трех зайцев сразу. 1. Поможем музеям выживать и доказать свою нужность. 2. Поможем российским фильмам добирать в сборах, причем, это можно делать круглый год, несколько лет подряд после премьерного показа фильма. Это, кстати, станет хорошим стимулом в создании новых полезных и интересных картин. 3. Просветим людей, и главное, школьников, по части родной истории, науки, литературы, о чем вообще могут быть фильмы. Это намного полезнее, чем водить школьников на примитивные и бессмысленные цирковые представления, которые заполонили российские города. Ну, а кто-то при этом еще и заработает, тот, кто создаст подобную фирму. Под названием, к примеру, кино в музее. Этот человек, кстати, может создать целую сеть мини-кинозалов на территории российских музеев, по аналогии с кинотеатрами, если, конечно, кишка не тонка. В каждом городе есть музей. И каждому городу нужны подобные кинопросмотры, тогда и бизнес будет не местечковый, а вполне всероссийский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»